Вот они работают в Москве, живут в подвалах. Почему? Продолжают их на работу принимать. Они самая дешевая рабочая сила. Если сюда приедут каменьщик из Тамбова, из Мичуринского, письма подъем. Вот для безработных, Мичуринских, каменьщик, почему в Москве мне работу не дают? Я ему объясняю. Ты же попросишь 1015 за работу. Рабочие общежития, врачей, столовую. А эти приехали, в подвале живут, ничего не просят и работают за 10 тысяч. Вот в чем проблема. Поэтому надо, чтобы была конкуренция в Мичуринских сил, чтобы были более здоровые отношения. Там, где у нас не хватает рабочих, можно взять из-за границы. Но сперва повесьте объявления везде. Требуются рабочие. Взравплата 20 тысяч. И никто не идет. Вот только тогда имеете право обратиться в миграционную службу и упросить квотку на приглашение рабочей силы. Иначе миллионы работают у нас нелегально. Это болезнь. Это криминал. Это подрывает экономию. Деньги уходят за границу. Нам выгодно, чтобы деньги оставались здесь. Вот так стало, молодой человек. Пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Резой. Я студент 4-го курса юридического факультета. И у меня вопрос к вам, чуть-чуть другой тематики. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, почему на сегодняшний день вот такая маленькая стипендия у студентов? То есть те, которые учатся без тройки, это 1100 рублей. Те студенты, которые учатся, ну, то есть, скажем так, большинство тройки – 1300 рублей. И круглый отличник – 1650 рублей. Всего-навсего. Маленькие стипендии связаны с тем, что государство не боится вас. А чего-то вам платить больше денег. У любого государства денег не хватает. Всегда нужны деньги, они никогда не бывают лишними. У нас особенно. Северная холодная страна, проблем полно. Вот сейчас женщина там говорила правильное дело. Вот я ей отвечаю еще раз, женщине. Вот если я президент России, то не на Украину пойдет 40 биллиардов, а повышение стипендии наших студентов. Она говорит, отдайте на Украину, отдайте на Белоруссию. А вы, как избиратели, должны решать, куда отдать денег, как их лучше вложить. Вот в чем проблема. Чтобы у нас было все обоснованно, а у вас было право, значит, влиять. Со студентами что здесь? Вы потом соберетесь и будете разговаривать. Сейчас мне не мешают. Во-первых, жалко какие студенты. Общежитие занято, не тень. Дорого берут за общежитие. Я бы что сделал? Общежитие только для студентов данного вуза. Никаких арендных отношений. Общежитие сделать бесплатным. Что за студентов и нагородниками, так тяжело. Питание сделать бесплатным. И питание хорошее должно быть. И повышать стипендию. Но не очень много. Если очень большую стипендию дать, и хорошее питание, вообще ничего не будет. Ребята, это питание есть. Общежитие есть, деньги есть. То есть должен быть стимул. За что вы боретесь? За будущую хорошую зарплату. Надо учиться. Учиться. Когда я. Пожалуйста. То есть, в принципе, ваше желание иметь большую стипендию абсолютно на правду. Просто вы должны понять, что вы на категории, которая пока обществу ничего не дает. Я объясняю позицию государства. Я оппозицию. Я против этой политики в отношении вас. Да я хочу объяснить, как они думают. Вы пока ничего не производят. Государство выгодно дать деньги тем, кто производит. Производит продукты. Производит какую-то программу. Вы учитесь. И государство еще не знает, что вы будете делать. Третье потом работает не по специальности. Поэтому 30% из вас это уже брак. Что же нам за брак вводить? Брак. Еще третий. Ничего не делают. Заставляют других писать не курсовые. Дипломные. Гуляют. В этом смысле я с вами согласен. Надо будет больше. Но вот я вам как бы что-то думаю. Надо сейчас дать тем, кто помогает в развитии страны. Почему везде? И пенсии небольшие. Но, к сожалению, ветеран. Жалко. Но он уже ничего не сделает, ветеран. И государство думает, куда просить деньги? На средний возраст. Кто работает. 25-50 лет. В этот 30-летний период. Они работают в бешеном отеле. В соцсетении экономики, конечно, лучше вложить в этот возраст. И вот тогда ваши папы с мамой вам должны дать 3 стипендии. И эти папы с мамой свои, папы и мамы, дедушки и бабушки, должны обеспечить хорошую статусу. С точки зрения экономики, ну все вот так. Например, я. У меня была мама престарелая, я ей все делал. Степенье пенсия маленькая. Маленькая. Но я ей все делал. Я в расцвете, мне 40 лет. Я работаю. И сын мой, я ему все делал. Потому что он мой сын. А если ему дать много, и ей дать много. А мне дать мало, я прекращаю работать. Она умирает, а он ничего вообще не научится. Все. И я ничего. Семья распалась. Поэтому экономически выгодно дать главному производителю, кто производит материальные блага. Это умный человек. У него есть дети и есть его родители. Вот он пускай их обеспечит. Потому что деньги надо вложить так, чтобы деньги делали деньги. Чтобы мы обогащались. То есть мы, государство, должны дать удочку, а не рыбку. Удочку семье. Отцу, который будет роловить много рыбы на всю свою семью. А если вам раздать, как коммунисты, по кусочку рыбы, вы съели еще, еще раздали, еще. И вечно будете попрошать. Теперь письменные два получились. Видите, наконец. Родили. Да. Как вы относитесь к счастью к концепции общественной безопасности? Ведь она ведь пишется через Д. Сотракивание российское хозяйство, глобальную политику СЭП. Полезная для России. Мы согласованы политику полезную для России. Две ошибки в одном. А ЕГЭ стала на отличной. Анонимнее. Боится. Начальник вдруг потом скажет. Вот и там четкий вопрос. Не бойтесь никогда. Это страх вас, на вас сделали левые партии ЛДП. За то, чтобы никто из вас не боялся. За демократию. Значит, концепция общественной безопасности. Это документ, который вас совершенно, в принципе, не трогает. Поэтому здесь о нем говорить. Особенно не надо. Я за то, чтобы развивали сельское хозяйство. За это. Международные отношения с США. США главный конкурент. Вот где у нас конкуренция происходит? В международных отношениях. Вот внутри. Если мы добьемся такой же конкуренции, мы будем быстрее развиваться. У нас конкурент главный США. На втором месте Европа. На третьем месте Китай. Вот мы должны стараться с ними сотрудничать так, чтобы никто из них не мог нас придушить, придавить. И здесь мы должны занимать такую позицию. Четкую, жесткую. Ну, не обязательно воевать. Воевать вообще не надо. Вопрос психологический. Как вести переговоры? Вот Рейган и Горбачев. Рейган выиграл, потому что он умел вести переговоры. Горбачев сладен. Южанин. На юге они все сладные. Поесть, попить, танцы, дарские. Юмор. Развращай. Он не виноват. Возьмите Италию. Северная Италия более развита, чем Юмор. В одной стране практически два государства. И северная. Итальянцы на северной мечтают о разделе и так. Пусть там пляжи, фестивали, а у нас здесь промышленность. Какую продукцию СССР выгодно 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 выгодно. Много. Что отстает животноводство? До сих пор возим мясо. Из Бразилии, из Австралии. Надо стимулировать развитие подсобных хозяйств. Вот у меня. Под Москвой. Что у меня есть? Козы, овцы. Птица, куры, гуси там, индоутка там, что-то вообще. Все. Страус. Было три, два с дома. Время, я подсюда там. Харек в дом, лиса, два страуса из трех и овца покатилась, а кот, да? Два, и в нем он там был. Один задавили. Вовремя он не убрал. Почему? Ну что он не занимался сиск-хозяйства. Он следственный на заводе работал. Он вынужден у меня работать, потому что ему больше никто его куда на работу не возьмет. Что? Ну вот, я с детства увлекался. Кролик отрежал в детстве тоже. То есть заставил людей назад в деревню ехать. У чем пенсионеры живут в Москве? В деревню? Давайте мы построим там хорошие дома, усадка, участок. И там будут себя обеспечивать. А эти квартиры, так сказать, будут стоимость их сельского поселения. Это же проблема. Вот пенсионеры немецкие. Он квартиру сдает в Берлине и живет в Турции, и там дешевле. Он сдает, допустим, за 2000 евро квартиру. А в Турции месяц живет за 1000 евро. У него еще доход. Вот. То есть пенсионер ищет вариант заработать. За свою жизнь он все-таки заработал квартиру. Наш пенсионер к этому не готов. И студент. Давайте, давайте. Вы начинаете. Говори. Давайте. Быстро вопрос. Жорщий. Давай быстрее. Я, Сергей Николай, аспирант, так сказать, землеустройства. Хотелось бы задать вопрос. Безусловно, жизнь будет в России хорошая тогда, когда будет производственная, продовольственная безопасность. Значит, как мы знаем, что сегодня в России производственная продовольственная безопасность по некоторым продуктам не достигнута. То есть мы не независимы. Какие мероприятия принимаются для достижения той самой безопасности на государственном уровне? Ну, вот, мировая экономика, конечно, выгоднее продукцию производить в том регионе мира, где она дешевле обходится. Но проблема военной безопасности. Нам, конечно, лучше на юге производить всю сего продукцию. Там 3-4 урожаи. Там дешевле все. Но в случае обострения нервной обстановки нам могут прекратить поставку продовольствия. Поэтому мы вынуждены заниматься нашим сельским хозяйством, которое очень дорогое. Потому что холодно, расстояния большие. И это все создает для нас проблемы. Но мы постоянно в парламенте за это идем борем. Чтобы обеспечить полностью... Возьмите, Москва. На 70% поставки продовольствия из-за рубежа. В случае превращения поставок. Возьмёт завтра, скажет, всё, я одной хуры продовольствия в Москве. Две недели, через две недели все умрёт. Это же недопустимо. Город может себя обеспечить с продовольствием только на две недели. В случае превращения поставок из-за рубежа. Нельзя. Во всём мире зарубежные поставки 10-15%. То есть обязательно всем друг другу покупают. У кого-то нужно сосиски, бананы, помидоры. У нас есть выбор.